Приветствую вас! Мне бы хотелось, пожалуй, начать с того, что для того, чтобы понять, вот, как вам поступать в вашей ситуации, для того, чтобы понимать, что вам делать, необходимо для начала понять вообще, что произошло, и понять причины, по которым случилась такая неприятная ситуация, когда вы с девочкой уже очень долго, очень давно знакомы, но почему-то вот ваши отношения закончились даже при условии того, что у вас есть ребенок. Вы говорите, что, значит, с моей девушкой с которым отразили 7 лет, живем отдельно 2 года. В общем, 9 лет знакомы. Общаемся почти каждый день и за ребенком не очень хочется с ней восстановить отношения, но она категорически не хочет этого делать. Ну вот здесь первый вопрос, который возникает у меня к вам, это вопрос, связанный с тем, что вот вы говорите, мы жили 7 лет, и она моя девочка. Это вот первое. Мы жили 7 лет, и она до сих пор моя девочка. Как так получилось, что она до сих пор ваша девочка? Вы знаете, женщина, тем более у которой ребенок от вас, вот вы не сказали, сколько ребенку лет, женщина, она имеет определенные желания. И я не знаю, безусловно, досконально, что вот беспокоит именно ее, но очевидно, что если вы за 7 лет отношений не растили их до того, чтобы заключить брак, то в этих отношениях есть определенные проблемы. У вас, в первую очередь. В этих отношениях есть определенные подводные камни. У вас, в первую очередь. Потому что в любом случае девушка хочет, не может не хотеть быть женой, супругой, иметь какую-то определенность. Вы ей этого не дали. За 7 лет. Ребенка, значит, вы завели, а вот дать девушке то, что она хочет в контексте семейного и социального статуса, вы этого ей не предложили. Ну и возникает вопрос, почему? Что мешало? 3 года можно было подумать, ну 5 лет можно подумать, но 7 лет это очень большой срок. Игорь, а что мешало вам взять девушку в зоне? Это первый вопрос. 2. Общаемся почти каждый день из-за ребенка. Пишите вы. Здесь тоже довольно такой интересный момент. Если вы общаетесь каждый день из-за ребенка, то как вы общаетесь? Иными словами, иными словами, говоря о том, как вы общаетесь, я хотел бы спросить у вас. Общение, выстраиваемое вами, оно в каком ключе происходит? Это позитивное общение, это общение напряженное, это общение негативное, это общение напускное, позитивное для ребенка, ну для вашего ребенка. Это общение, по сути, фиктивное, потому что, ну вот, общение из-за ребенка, это, по сути, очень часто может означать, что люди, ну, не хотят, например, признать, что им друг на другу все равно, ну вот, например, ваша девочка, она не хочет признать, что вы ее волнуете. Ну, просто потому что, что бы там ни было, 7 лет, бесследно для человека пройти не могут. Так вот, общение из-за ребенка, да, общение из-за ребенка, может быть нескольких видов, как вы, я надеюсь, поняли. И вот важно, чтобы вы назвали, какое у вас общение с ней. Как вы общаетесь, какие темы вы затрагиваете, понимаете, какие вопросы вы обсуждаете. Ну, понятно, что ребенок, понятно, что многие, многие темы у вас связаны именно с ребенком. Но, помимо ребенка, что еще есть, и как вы находите общий язык, даже по предмету именно ребенка. То есть, я имею в виду, как ведет себя она, соглашается ли она, допустим, с вами, не соглашаетесь с ней, допустим, вы, и так далее. То есть, как у вас строится модель общения, даже в контексте ребенка. Вот это все нужно понимать, это все нужно разбирать, чтобы иметь представление о том, какая у вас сейчас атмосфера в отношении. Чтобы, исходя из этих данных, предложить вам некоторые более такие конкретные модели поведения, направленные именно на вашу цель. То есть, направленные именно на то, чего вы хотите, то, чего вам нужно. Далее, значит, мне очень хочется, пишите вы, восстановить с ней отношения. Но она категорически не хочет восстанавливать. Ну, что здесь я могу вам сразу сказать. Я, в принципе, понимаю, что вы хотите восстановить с ней отношения. Но, смотрите, и она хочет, вот, если у нее за два года нету парня, да, то и она хочет тоже восстановить с вами отношения. Но она этого не делает, потому что понимает. Она понимает, вы остались тем же, и вы не изменились. И вот интересно, что вы об этом не говорите совершенно. То есть, вы говорите, я хочу восстановить с ней отношения. Но, чтобы восстановить отношения, нужно сделать так, надеюсь, вы со мной это согласитесь. Нужно сделать так, чтобы те проблем, да, которые вот у вас были, с ней, чтобы их не было. Нужно сделать так, чтобы проблемы, которые вас беспокоили, из-за которых вы расстались, чтобы они вас не волновали. Чтобы они вам не мешали. Чтобы они не влияли на вас. На ваши отношения, да, на ваши взаимодействия, и так далее. А если это происходит, то смысл тогда восстанавливает отношения. А зачем? И вот отсюда возникает вопрос. Вопрос, в первую очередь, к вам. Понимаете ли вы, какие проблемы привели к тому, что вы со своей девушкой расстались? Вот, отдаёте ли вы, условно говоря, себе в этом, а чё? Вот вы пишетесь в такую вещь, что она говорит, «Всё надоело, у нас для отношений больше не вернут никогда, отминают просто обилие, для её лучше жить одной с ребёнком. Так спокойнее, за ней указывают даже святые». Вот это, то, что она говорит, вот, не знаю, понравится вам, вот я сейчас скажу или нет, это указывает на то, что девушка направлена на стремление, то есть вот ей нужно, ей хочется, ей хочется чувствовать себя женщиной. женщиной. И это говорит о том, что с вами она, у себя, женщина не чувствовала, к сожалению. То есть вы не, вы не дали, не давали ей возможности чувствовать себя женщиной. и поэтому она хочет оставаться в том положении, в той позиции, в какой она есть сейчас. Ибо она для неё, эта позиция, действительно удобна. Возникает вопрос, тогда, понимаете ли вы, что нужно вашей девушке для того, чтобы почувствовать себя женщиной? Понимаете ли вы, что необходимо вашей девушке для того, чтобы чувствовать себя удовлетворённой, чтобы не испытывать фрустрации? Вот, понимаете ли вы это? Если у вас, вот, ну, такие вот представления, эти представления, они крайне важны. Я хотел бы, чтобы вы о них как следует подумали. То, что девушка говорит вам о том, что ей так удобнее, она отрепится к зоне своего комфорта. и для того, чтобы она захотела вернуть отношения с вами. Её нужно из этой зоны комфорта вывезти, с ней сделать так, чтобы она захотела выйти из этой зоны комфорта. Ну, из своей зоны комфорта. А чтобы она захотела выйти из зоны своего комфорта, Нужно показать ей, что если она из него выйдет, выйдет из зоны комфорта своего, то ей будет от этого хорошо Если вы ей дадите это понять, что ей будет хорошо от того, что она выйдет из зоны комфорта, то она закончит в страны вернуть отношения А как дать ей понять, что ей будет лучше? По сути дела, реализовать все то, что она хочет Мы же исходим из того, как я понимаю, что вы хотите вернуть с ней отношения И если мы исходим из этого, то вам, соответственно, принимать нужно будет какие-то шаги Для того, чтобы ее вернуть И эти шаги, они как раз-таки включают в себя то, о чем я говорю То есть, если вы просто хотите установить с ней отношения, как вот вы говорите нам Это фактически ни к чему не приведет Совсем Потому что хотеть мало, нужно что-то делать Ваши действия, если вы хотите вернуть ее Напрямую будут зависеть от того, чего не хватало вашей девушке Вот только, только так Если вы будете менять свое поведение и, возможно, самого себя Ну, опять же, если мы здесь исходим из того, что вы хотите ее вернуть То вам нужно менять Вам нужно менять свою позицию Вам нужно менять свое отношение к себе К ней К жизни И дать ей точь и сделать, повторю, чего она хочет Вот, знаете, я вспоминаю ваш предыдущий вопрос Который выгодовали Я полагаю, что дело в вашей неуверенности в себе Так вот, вы не уверены в себе, она не чувствует, что рядом с ней мужчина И не чувствует, что рядом с ней мужчина, она не чувствует себя женщиной К сожалению В этом ключе В этом ключе Я бы тоже Рекомендовал бы вам Подумать Ибо это важно Даже вы говорите Секс нет-нет Ну То есть То есть Вот вы пишите Такую фразу Что Секс Нет-нет Честно Скажу Не очень Понятно Что Это Значит Вот Вы пишите Секса Нет-нет У нее Нет? У вас Нет? Если У нее Нет То Как вы к этому относитесь? Для чего вообще вам это знать? Как вы К этой информации получили доступ? Если вы не вместе Понимаете ли вы, что она имеет право вступать в интимные отношения? Если вы не вместе, понимаете ли вы, что она может и хочет это делать? Как и любая здоровая женщина Вот Меня это сильно беспокоит Что именно вас беспокоит? То Что Человек Хочет Вот Что-то для себя Вас беспокоит? Вас беспокоит то, что она думает о себе? Или Вас беспокоит то, что она не желает возвращаться К вам Потому что знает, что ее ждет Что вас беспокоит, Игорь? Я хотел бы, чтобы вы об этом подумали И Как бы в своем запросе Этот момент Прояснили То есть запрос, что меня беспокоит и почему Запрос, как я отношусь к девушке и что я для нее хочу А что я хочу для себя? Вот вы говорите Я хочу восстановить отношения Да? Он говорит Я хочу восстановить отношения Вопрос Зачем? Вот Зачем Вы хотите восстановить отношения? Для чего? Вы хотите восстановить отношения с ней, чтобы что? Понимаете? Вот это очень важные моменты, на которые я обращаю ваше внимание Потому что хотеть восстановить отношения просто так, чтобы восстановить, чтобы они были Не получится И девушка, и ребенок это люди И к людям нужно отношения соответствующие У вас я этого отношения, к сожалению, пока не увидел То есть вы знаете, чего девушка хочет Вы знаете, что у девушки обиды Обиды на вас Соответственно, нужно, во-первых, высказать ей желание, инициативу А связанную с тем, что вы, во-первых, хотите дать ей то, что ей нужно Во-вторых, готовы проговаривать обиды И в-третьих, нужно показать ей, что вы готовы меняться То есть, если вы хотите ее вернуть, то вам нужно становиться кем-то другим Вам нужно становиться другим Вам нужно становиться тем, кого она хочет видеть рядом с собой Потому что сейчас она изменилась И больше уже Это не как таковая Ваша девушка Сейчас это Еще и мать Своего ребенка И как матери Ей нужно немножко другое Как матери Ей нужна, скорее, Определенность Как матери Ей нужна стабильность А этого, судя по всему, она от вас не получает Ну, так, по крайней мере, мне вот показалось Исходя из того, что вы написали Так, по крайней мере, мне вот увиделось Простите, простите, пожалуйста, если я неправильно вас здесь понял И тогда, получается, что ваши вопросы о том, как вам поступать Можно разделить на несколько направлений Первое направление Это понимание того, чего хочет девушка Прямо вот по пунктам Прямо вот по перечислениям Чего хочет ваша девушка Прямо вот ее желание Желание 1, желание 2, желание 3, 4 и так далее Далее Напротив этих желаний Напротив них Вам нужно Написать Свою реакцию То есть Что это надо Ну, условно говоря Что это надо, да Можете ли вы Ей Дать То, что она хочет Есть ли у вас Такая возможность Вот Это Является Также Принципиально важным Моментом Это Первое Второе Готовы ли вы Обсуждать с ней предметно То есть Чтобы вы меня Здесь И сейчас Вот Скажем так Правильно Поняли Я вам Донесу Свою мысль Немножечко Значит Обсуждать Какие-то Моменты Да Можно В принципе Ну По-разному То есть Можно Скажем Например Просто Разговаривать Можно Скажем так Какие-то Коррективы Вносить Своё поведение И так далее Так вот Вам нужен Второй вариант То есть Приговаривать Обиды Домой девочке Понять Что вы Услышали её Что вы Приняли То, что она Вам говорит И Такого Больше Никогда Не будете Делать Следующее Направление Это Направление Вашего Ложек Изменений Самого Себя То есть Что Вам Нужно Сделать Чтобы Ваша Девушка Чувствовала Себя С вами Женщина Как Вы Должны Измениться Для этого И Последнее Направление Это Направление Диалога Подайте У У У У У вас Есть То Чего Нет У других Людей А именно Ну У Восемфрат У многих У вас Есть Предмет Общения Предмет Общения В данном Случае Это Ребенок И Именно Из-за Того Что Вы Можете Общаться С Ней Как Бы Именно Вот По Ну По Предмету Ребенка Да А Именно По Этой Причине У Вас Есть Можем Вступать С ней В диалог И Через Этот Диалог Вы Можете Выстраивать С ней Нормальные Нормальные Адекватные Новые Отношения Понимаете Вот это То, что вам Нужно Понять Сейчас То То есть У вас Как бы Есть Возможность С ней Взаимодействовать У вас Есть Возможность Общаться С ней Показывая Показывая Что Вы Например Изменились Показывая Например То Что Вы Стали Другим Меняясь Грубо Говоря И Давая Ей Понять Что Вы Стали Другим В процессе Общения Вы Выстраиваете Новые Контакты Новые Стороны Вас Старайтесь Проявлять В Взаимодействии С ней Используйте Данные Аспект Это Очень Важно Чтобы Вы Это Делали И Вот Путем Такого Общения Путем Такого Движения Вы И Будете Сблизаться С ней Если У нее К вам До сих пор Есть Чувства Есть Что-то Вот Об этом Тоже Не забывать Что Что бы Вы Не делали Как бы Вы Себя Не вели У Девочки Может Быть Уже Нет К вам Чуть И К этому Вам Нужно Быть Готовы Объективно Объективно С этими Вот Четырьмя Направлениями Нужно Работать С Психологом Оптимально Но Вы Можете Работать И Сами Если Хотите В Некотором Случае Это Даже Лучше Потому Что Это Будет Более Естественно Более Как Бы Более Характерно Для Вас Но Если Какие Проблемы Будут Выбирайте Экспертов И Начинайте С ними Работать И Каждый Из Вам Поможет На Этом Все Надеюсь Что Мой Ответ Был Вам Полезен Если У Вас Остались Вопросы Пишите В личку Я Вам Помогу Если Вам Понравился Мой Ответ Буду Благодарен Если Сделаете Его Лучшим Желаю Вам Всего Самого Доброго И Удачи